В Соликамске для жителей и гостей города открылся активити-парк. Ученики седьмого класса первой гимназии с удовольствием проверяют на прочность модули, которые уютно разместились в гостинично-развлекательном центре «Пингвин». У меня начались каникулы, а в Соликамске очень мало развлекательных центров. Я решила отдохнуть здесь. Я думаю, что это очень классный выброс эмоций и классно проведу здесь время. Алена – любительница приключений, поэтому обожает прыжки на батуте с высоты, а также преодолевать полосу препятствий. Одноклассник Алены Максим тоже доволен посещением активного пространства. Раньше я ходила до того, как не было активити-парка. Я решила в первый раз прийти попробовать. И мне нравится. Сам вот эта зона вышка тоже я очень хотела попробовать. Очищила сальто на подушке. Это очень классно. Я сначала выявлялся, но там твердо. Это очень мягко. У меня к чечену кубики были. Эти семиклассники активно проводят свой досуг. Вместе с классным руководителем и родителями путешествуют по Пермскому краю. А в свободное от учебы и походов время решили продолжить развивать туристические навыки в этом парке. Отметим, активити-парк появился в гостинично-развлекательном центре «Пингвин» благодаря участию в программе грантовой поддержки туристического бизнеса в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это непростое дело, но мы прошли каждый этап, очень переживали. И за моей спиной находится результат этой деятельности. Активити-парк. Активити-парк подразумевает под собой деление на две зоны. Первая зона представляется батутами. Батуты для детей, взрослых, для маленьких мам с детишечками. Все в рамках условий безопасности. Вторая зона подразумевает под собой полосу препятствий. Она состоит из нескольких элементов. Самый главный кайф – это проверить себя на выносливость, на силу, на скорость. Сегодня пространство Активити-парка привлекает абсолютно безопасным комплексом элементов для активного отдыха. Металлический каркас полностью обшит обкладочными матами. Воздушная подушка работает бесперебойно, поэтому за здоровье беспокоиться не нужно. Есть небольшие ограничения по весу и здоровью, но все это обговаривается заранее. Стоит отметить, Активити-парк работает по предварительным заявкам. Они принимаются по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Первые Активити-парки появились в крупных городах России около шести лет назад. Теперь такое есть и в Соликамске. Его главные конкурентные преимущества – соответствие тренду на здоровый и активный образ жизни и охват разновозрастной аудитории. Добавим, в феврале этого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с министром по туризму Пермского края Юлией Ветышкиной подчеркнул, что в последние годы развитию туризма в Прикамье уделяется повышенное внимание. За 2022 год регион принял участие во всех федеральных проектах и намерен продолжать тесное взаимодействие с федеральными органами власти в сфере туризма. Главная цель для нас – создать все условия для развития туриндустрии и увеличения турпотока в регион. Это не только позволит закрепиться региону на карте российского туризма, а также даст дополнительный стимул к комплексному развитию территорий. Одной из ключевых задач, которая была поставлена губернатором перед краевым ведомством – приступить к участию в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» с привлечением федерального финансирования и реализацией стратегии развития туризма в Пермском крае до 2035 года. И благодаря уже проделанной работе и победе в гранте Соликамский активити-парк стал местом притяжения для больших и маленьких гостей, а также организованных детских групп. Отдохнули в активити-парке и всем рекомендует Олеся Петровичева, Павел Двинянинов, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль-ТВ». Олеся! Олеся!